По становлению мэра Бишкека, более 40 гектаров земель, расположенных на территории парка Ататюрк, возвращены в зоне отдыха. Этим же решением градоначальника все незаконно построенные объекты на территории, которые расположены за моей спиной, будут снесены. Вера Манеева более 40 лет проработала учительницей математики в различных школах Кыргызстана. По ее словам, в парковой зоне не должны строиться другие объекты. В парке Ататюрк отдыхаю утром и вечером. Сейчас я на пенсии и живу рядом. Это удобная зона отдыха для пожилых людей среднего и младшего возраста. Необходимо увеличивать парки и озеленять столицу. Они строят здесь особняки. Да и не могут их построить простые люди. По мнению часто отдыхающих в парке Ататюрк, подобные территории должны быть удобными для всех. И в столице, наоборот, должны расширять зеленые зоны. Если так будет, то это очень здорово. Но мало верится, потому что там дальше строятся еще недостроенные дома стоят. Если так будет, как вы говорите, то это очень здорово. Мы ухаживаем за всеми насаждениями. Лиственных и хвойных деревьев насчитывается несколько тысяч. Они выделяют кислород. Это легкие города. А столица загазована. Много пыли. Сюда приезжаешь и чувствуешь себя, как в горах. Здесь чистый воздух. Разве можно здесь строить дома и другие объекты? И правильно сделают, что на месте особняков высадят тысячи различных саженцев. По информации пресс-службы мэрии Бишкека, территория парка Ататюрк площадью 107 гектаров утверждена в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации в пользование городскому объединению парков и зон отдыха от 25 июня 1992 года. Таким образом, перед соответствующими службами мэрии Бишкека поставлена задача подготовить документы для целевого использования парка и провести работу по благоустройству территории для организации мест зон отдыха. Усен Кульбаев, Туркамиль Асанов, Аллату, 24.